А мы вчера и сегодня, кстати, продолжаем, наносим удары по Крыму. Сами россияне говорят, что 36 наших беспилотников сбито в Крыму. Ну, это же говорят россияне только вчера. Сегодня у них снова там воздушная тревога. Снова был закрыт этот самый Керченский мост. Взрывы в оккупированном Севастополе и Евпатории. Значит, официальное сообщение от командующего воздушных сил нашего, Лищука. 2 января Министерство ЛЖРФ отчиталось о поражении российскими ракетами. А, ну это ладно, это там шутки. Шутки цитировать не буду. Привет оккупантам ПАК в Крыму. Жду от вражеской пропаганды эпического ответа из Севастополя и Евпатории. 4 января. Еще раз благодарю пилотов вооруженных сил. Всех, кто планировал операцию за безопречно боевую работу. Вероятно, речь идет о поражении военных объектов во временно оккупированном Крыму. Участие ПВО и вражеского пункта управления. Сегодня еще дополнительно сообщили, что какой-то еще пункт обороны уничтожен. Но я не знаю, что такое пункт обороны. Честно вам скажу, врать не буду. Вот здесь я бы вам врал, если бы выдавался за военного эксперта. Я таковым не являюсь. Если вы задаете вопрос, а кто говорит, это Шутельман. Он политтехнолог, он не военный эксперт. Поэтому я могу только процитировать военных. В общем, ну, чего-то там такое случилось хорошенько в Крыму. К радару в Евпатории помчались военные. И сообщили местные телеграм-каналы. В свою очередь, россияне по нам выпустили 29 шахедов вчера. Из них 21 сбит. Но возможно, что некоторые не сбиты. Да, причем в разных областях. Николаевская, Херсонская, Днепровская, Черкасская, Кировоградская, Хмельницкая. Возможно, что такой маленький процент сбития. Но относительно маленький. Потому что теперь они часть шахедов тратят на фронте. Прямо на линии фронта. Где их, скорее всего, сбить-то так невозможно. Они прямо прилетают с вражеской территории. У нас-то мы сбиваем над своей. Вот на России тревога. Тревога. Причем не только. Я сейчас не про ту тревогу, которая в Белгороде. Не про ту тревогу, которая в Курске. А такая безвоздушная тревога, как пела когда-то группа Би-2. Кстати, они поддержали Украину. Они выступили против войны. Поэтому их можно на сегодняшний день цитировать. Песню «Безвоздушная тревога» петь в душе разрешается. На улице нельзя. У нас теперь публично нельзя исполнять такие песни. Но в душе каждый украинец может петь песню группы Би-2 «Безвоздушная тревога». О чем это я? Тревожность как национальная идея. Так называется статья в новой газете «Европа», которая рассказывает о том, что вызывает тревогу у россиян. Какие события вызывают у россиян тревогу именно на территории Российской Федерации? Для чего я это решил вам рассказать? Поясню. А потому что я узнал оттуда много нового и полезного. Значит, они проводили исследования. Сейчас методику излагать не буду. Но смотрели на то, какие поисковые запросы и так далее. Причем по первым месяцам они исследования с кем-то вместе делали, опираясь на счету данные. Потом уже сами делали. Но интересно что? Короче, что вызывает наибольшую тревогу из событий на территории или просто вообще в России, или не обязательно в России. У россиян, короче, вот у россиян. И они проводили каждый квартал отдельно. То есть первый квартал 23-го года, второй, третий квартал 23-го года. А я вам сейчас буду рассказывать итоги, и вам будет, мне кажется, любопытно, а потом нам всем вместе полезно. Чтобы стало полезным, поставьте лайк этому видео. А если вам интересно, подпишитесь на канал Шетельман, потому что тогда Шетельману будет очень приятно. А когда Шетельману будет приятно, он каждый выпуск следующий будет делать интереснее и интереснее. Итак, в первом квартале наибольшую тревогу россиян вызывали диверсии на территории России. На втором месте ход специальной военной операции, как они это называют. На третьем конфликт вокруг Киево-Печерской лавры. То есть то, что мы выгоняли русских попов, это, оказывается, было хорошим делом. На четвертом месте слухи о новой волне мобилизации. На пятом рост цен. На шестом наступление нейросетей на человека. Дальше взрывы бытового газа. Тяжелый случай ковида среди знаменитостей. Деятельность ЧВК Рёдан. Износ импортной техники и дефицит запчастей. Вот 10 мест я вам сообщил. Смотрим второй квартал. Первое место. Снова диверсия на территории России. На втором восстание Пригожина. Дальше пожары и наводнения. Дальше контрнаступление ВСУ. Дальше рост ядерной угрозы. Дальше не буду читать, потому что там какие-то нападения бродячих собак. С хера ли там бродячие собаки, не знаю. Ну и, наконец, третий квартал. На первом месте беспилотники. На втором падение рубля. На третьем рост цен на бензин. На четвертом сложности с поездкой в Европу. На пятом ситуации в гражданской авиации. Это то, что у них самолеты стали ломаться из-за отсутствия вот этого всего. Дальше утрата позиций в космосе. Электросамокатчики. Слухи о мобилизации. Подорожание такси. Отсутствие в прокате художественного фильма «Барби». Зачем я все это зачитал? Заметили, как сильно россиян волнует? То, что НАТО вероломно собирается расчленить Россию. Заметили, как сильно вообще россиян взволновало проблему бандеровцев? Что бандеровцы, ты понимаешь, маршируют по Крещатику. Заметили, как их сильно волнует то, что мы тут снесли памятники Пушкину. Как они беснуются по этому поводу. Заметили. Заметили, как интересует их противостояние США, политика неоколониализма. Нихера их это не интересует вообще. То есть вообще. То есть все, что Путин им вещает во все эти новогодние ночи, дни и утра и вечера, это их вообще не тратит. Россия. Это хорошая, мне кажется, новость, прямо относящаяся к тому, насколько они ненавидят украинцев. Да может они что-то там про украинцев думают, но факт простой, остается фактом. Их больше всего волнует диверсии наши на территорию России, а мы диверсии там проводим, взрываем там, что можем, самолеты сжигаем, естественно. Офицеров расстреливаем. Ну, все положено. Наши диверсанты это делают. Беспилотники, которыми мы их бьем. То, что у них цены растут и рубль падает. Это их волнует. И санкции работают. Их волнует сложности с поездками в Европу. Их волнует ситуация в гражданской авиации. Их волнует утрата позиций в космосе, которая прямое следствие санкций. Их это все по-настоящему волнует. Поэтому не надо говорить, что санкции не работают. Не надо говорить, что мы ничего не можем сделать для изменения их настроений. Можем. Надо просто больше бомбить, больше проводить диверсии на территории России. И тогда они больше будут об этом думать. Вот это факт. Пусть это у них выйдет действительно на самое большое первое место. То есть мы, да, работаем, оказывается. Я не знал. Мы не должны делать это целью. Целью всегда должно быть просто уничтожение противника. Но то, что у нас есть такой побочный эффект, оказывается, от нашей деятельности. Вау, мэджик, я не знал. Спасибо, новая газета Европа. Теперь мы будем знать об этом. И будем знать, как действовать. Считайте, что вы корректировщики огня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok